добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас мой подъемник один из подписчиков просил сделать небольшой обзор по подъемнику говорит хочу поставить себе на даче тоже подъемник выбор в подъемниках большой хотелось бы говорит услышать по твоему подъемнику какой он как себя ведет из чего я выбирал в первую очередь я выбирал от цены а дальше я уже выбирал цена-качество выбрал вот подъемник фирмы optimus маркировка его идет опт 4w это подъемник двухстоечные сниженные с нижней синхронизации что подразумевает себя нижняя синхронизация это вот эта вот синяя планка которая идет от стойки к стойке под ней находятся два троса идут и гидравлический шланг троса являются стабилизирующими высоту подъема чтобы равномерно с двух сторон все это поднималось здесь получается на этом подъемнике четыре степени защиты ну как защиты разные первая защита это вот именно идет тросовая она идет для подъема вот этих кареток равномерно если вдруг даже обрывается одна сторона трос не даст второй стороне упасть вот он трос один а вот внизу трос второй который идет с стороны и вот его видно вот с этой стороны получается как живую мы видим по одному тросу вот это вот у нас идет гребенка это вторая степень фиксации стабилизации не стабилизация фиксации именно на подъем здесь каждых 10 сантиметров там даже не 10 сантиметров 7 сантиметров где-то 7 8 сантиметров идет фиксация крючком когда мы поднимаем подъемник вот до этого положения он идет без щелчков сейчас я его даже продемонстрирую как он щелкает вот этот щелчок это раз топорились сейчас будет щелчок фиксации первый вот пошло и теперь будет каждый 8 сантиметров отрабатывать для того чтобы нам потом опустить автомобиль когда мы его подняли начинаем работать с автомобилем мы вот этим рычагом опускаем до фиксации вот все зафиксировался теперь чтобы нам его опустить нам надо сначала приподнять потом мы его растормаживаем с двух сторон ну со второй я уже растормозил и вот этим рычагом мы сбрасываем давление все у нас опускается сейчас без нагрузки подъем не поэтому гидравлика медленно опускается скорость подъема со средним автомобилем где-то тонну тонну 200 весом идет подъем до высоты метр восемьдесят сорок секунд опускание 60 секунд спуск чуть меньше ну не знаю мне этого хватает торопиться не проплюсь это вот сама установка получается электродвигатель с насосом это вот насос который здесь установлен сразу это емкость с маслом масло идет 10 литров устанавливал подъемник сам здесь у меня вообще залита плита была я раздолбил вот если видно метр на метр с одной стороны и точно также с другой стороны метр на метр выдолбил квадраты он перед этим я померил расстояние чтобы они мне по центру стояли и глубину я сделал 40 сантиметров здесь не 40 здесь где-то 35 получилось сантиметров за армировал арматурой и залил бетоном бетон здесь получился где-то 500 примерно 450 подождал я три недели отстоялось лучше здесь не спешить потом просверлил крепится он получается на 6 анкерах просверлил отверстия вот эти задние анкера это химические анкера я долго сомневался в их надежность поинтересовался у инженеров у строителей сказали отличная штука это фирмы фишер был анкер анкер это химический состав двухкомпонентный он при выдавливании замешивается выдавливаешь в отверстие и вставляешь туда уже шпильку как он работает можно посмотреть в интернете вот эти боковые анкера с одной стороны и с другой стороны это анкера штатные дюбельного типа также отверстие высверливается вставляется дюбель и сверху разбивается гвоздем гвоздь примерно торчит на два с половиной сантиметра этот гвоздь забивается а потом уже затягивается гайкой хоть я это и сделал были сомнения и страхи что автомобиль может не поднять ну первый автомобиль который мы поднимали это land rover discovery был третий вес довольно таки хорошего автомобиля все поднялась и нормально и потом я уже поднимал infiniti qx 56 работает все хорошо вот у нас видно уходит на гидроцилиндр шланг с насоса он поднимает также в каждом гидроцилиндре вот в этом есть клапана в случае обрыва даже при резком нажатии на клапан он блокируется опять же дополнительная страховка что автомобиль у нас не упадет и одна сторона не обвалится от другой также и во втором гидроцилиндре гидроцилиндры соединяется вот поэтому коробу внутри шлангом в моем варианте это 220 вольт вот если здесь видно 220 вольт высота подъема метр восемьдесят каретки потребление здесь 2 и 2 киловатта вот я его использую год мне нравится замечательно если есть у кого-то какие-то вопросы что знаю отвечу ценовая категория у этого подъемника разные разные продавцы продают пара по-разному находил от 100 тысяч до 180 тысяч мне сделали скидку я взял его по нормальной цене для себя так что вот такая замечательная вещь поставил себе и он меня радует кто решит приобретать поздравляю штука нормально работает отлично ладно на этом все всего вам доброго до сих пор